Всем приветики, дорогие друзья! Давайте сегодня разберем с вами коробочку Stay Beauty. Это коробочка огромная коробочка, ящик, которую мы собирали в тот момент, когда началась самоизоляция, и нас всех закрыли дома. Появилась конкретная необходимость сделать весь уход в домашних условиях. Мы собрали для вас в этой коробочке очень много классных продуктов, которые удобно и эффективно использовать дома. Почему говорю, что это ящик? Потому что коробка у нас еле закрылась, она такая набитая вообще. Первый продукт у нас в коробке это Биодерма. Это очень легкий крем-гель, который очень сильно увлажняет. Полноразмерно он выглядит вот так, это тюбик с помпой. Текстура прям легчайшая, очень классно подойдет для тех, у кого комбинированная кожа или жирная, ну и, конечно же, для тех, у кого она сухая и обезвоженная. И чем мне очень нравится этот продукт, что он очень классно сочетается вообще с любыми другими вашими какими-то уходами. То есть, если вдруг вашему уходу не хватает увлажнения, вы можете использовать под него этот крем-гель. Но вообще это самостоятельное средство, и сейчас на лето это просто супер, потому что он очень легко впитывается, он не оставляет после себя никакой пленки, у него аромат такой свежий, еле заметный, и он абсолютно неощутимый на лице, при этом является очень хорошей базой под макияж. Вот если нужно просто хорошо подготовить кожу к мейку, особенно повседневному, это супер. Кому еще порекомендую этот продукт? Это парням, потому что у мужчин кожа грубоватая и точно так же сильно сохнет. Это будет очень комфортное средство, потому что они любят как-то липко, ощущение, что слой какой-то на коже, а здесь вообще слоя никакого нет, очень легкое, прям легчайшее увлажняющее средство. Еще очень классная линейка вся эта гидрабио, пахнет биодерма, аромат чистоты, аромат чистоты и свежести. Вот если бы я придумала, он был бы вот такой. Следующий продукт супер увлажнения, это Нарушпосе, тук-тук-тук, миниатюрка в коробочке. Это сыворотка с гиалуроновой кислотой, прозрачная гелевая сыворотка с пипеткой. Полноразмерно она выглядит точно так же, только большая, пипетка идет отдельно, вы снимаете крышечку, засовываете туда пипетку и используете. Суть в чем у этого продукта? В повышенной концентрации низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и, соответственно, высокомолекулярной. Два вида гиалуроновой кислоты в этой сыворотке. У нее такая гелевая, достаточно тягученькая текстура, но при этом очень легкая. Как водичка распространяется по коже, очень быстро впитывается, буквально вот как будто кожа ее пьет. И по сути так и есть, потому что ее основная задача наполнять кожу влагой. Это, собственно, задача гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная она работает на поверхности, низкомолекулярная проникает чуть-чуть глубже и работает в других слоях кожи. За счет этого кожа как бы насыщается влагой, расправляются мелкие морщинки, как будто бы вот наливается немножко, как яблочко. Плюс создает хороший защитный барьер, восстанавливает гидролепидную пленку и кожа естественным образом меньше обезвоживается, сохраняет влагу. Ну и как мы и видим из названия, витамин В5 также присутствует в составе. Витамин В5 для кожи чем полезен? Он ускоряет процесс восстановления кожи и укрепляет защитный барьер. Плюс хорошо успокаивает кожу. В общем, сухая, комбинированная, жирная всем рекомендую, потому что особенно как дополнительное средство очень классно после отвечающих масок. Вот нанести достаточно длинное, сверху нанести крем и в коже прям надолго закрепится влага. Еще увлажнение! Чем больше увлажнение, тем лучше это СОС Гидра. Все голубенькие линейки, как видите, напрямую связаны с увлажнением. Это Клоранс. Очень классная вот эта линейка СОС масок. Вот это Гидра для увлажнения кожи просто обалденный. Реально, как не знаю, стакан воды для кожи, потому что она очень быстро насыщается плавой. Полноразмерно она выглядит вот так, и это наверное у меня уже на пятая. Если у вас очень безвлажная кожа, я вам даже рекомендую делать эту маску каждый день. Сначала толстым слоем и постепенно чуть-чуть уменьшать слой. За неделю вы сможете очень хорошо восстановить увлажненность кожи естественную, когда кожа будет упругая, когда она не будет выглядеть тусклой, когда у нее будет естественное сияние. Ну и кожа сама по себе такая более гладкая получается. Первый несколько раз маска вообще впитывается без остатка. Ее даже, ну, можно не смывать, просто тоненько протереть и наносить уже свой уход, потому что там даже смывать нечего. Она просто всасывается кожей. Ну, по крайней мере, моя кожа ее ест, а моя кожа не самая сухая. Если у вас сухая кожа, я думаю, что ей нужно будет прям недельку для того, чтобы будет насытиться влагой. Следующий продукт у нас в коробке – это зейтун. Это сыворотка против отеков и первых морщин для зоны вокруг глаз. Я, к сожалению, вот это дело полноразмерную упаковочку, но она очень красивая, с пипеткой сыворотка. Давайте покажу вам на менять ее. Это сыворотка гелевой текстуры, очень легкой, такой прям как немножко загеленная водичка. Таким набивным движением пальчиком можно нанести. Сыворотка немножко охлаждает, очень хорошо тонизирует и достаточно быстро расправляет мелкую-мелкую-мелкую сеточку морщин, которая образовывается от излишней сухости. Плюс, как я уже сказала, она охлаждает и минут там 10-15 после применения чувствуется такой легкий холодок. Он убирает излишнюю жидкость из этой зоны и кожа становится естественным образом, чуть-чуть более такая гладкая. Вот этот рельеф от утренней отечности, он уходит. У нее такой растительный аромат, очень легкий. Вы, в принципе, даже, наверное, его не почувствуете, потому что вам достаточно чуть-чуть надо. И можно наносить и утром, и вечером. Но утром, конечно, намного эффективнее, потому что есть вот этот анти-паф эффект, эффект против отечности кожи. А мы страдаем ей когда? Конечно, с утра. Следующий продукт у нас в коробке это Dr.Jart. Достаточно большой. Это средство для мытья себя. Гель для душа Cermedin с очень классным цитрусовым ароматом. Полноразмерно он выглядит вот так. Красиво смотрится в вашей ванной комнате. И еще удобный дозатор. Сразу чик-чик в ручку. У него текстура немного маслянистая, хотя это гель. Этот гель мягко очищает кожу. Он на коже, когда вспенивается или когда вы его прям хорошо массажными движениями наносите, превращается в такую беленькую эмульсию. Не сушит, а наоборот увлажняет и защищает кожу. У него 5 видов керамиды в составе, которые защитную функцию выполняют и дают устойчивость эпидермису от проникновения каких-нибудь всяких вредных компонентов. Плюс сохраняют уровень увлажненности кожи и предотвращают обезбоживание после водных процедур. Он гипоаллергенный, но, конечно же, лучше всего подходит для тех, у кого сухая кожа. Хотя, вот я не знаю человека, у которого не сухая кожа на теле. Кто бы выходил из душа и вообще ничем не мазался, и кожа бы не повреждалась. Все равно вода проточная всегда сушит кожу. Поэтому обязательно намазывайте, сберегите кожу, потому что она тоже стареет, она тоже нуждается во восстановлении и увлажнении. Следующий продукт у нас в коробке, это очищающий гель, это бьютифик, черный очищающий гель, который рассчитан именно на интенсивное детокс очищение, потому что уголь содержащийся в этом геле вытягивает загрязнение. Достаточно легкий, черный, красивого цвета, приятно за ним наблюдать. Полупрозрачный гель, он, как я уже сказала, интенсивно очищает поры, вытягивая токсины, вытягивая загрязнение из пор. Но при этом у него очень мягкая основа, которая не сушит. Здесь еще бамбуковый уголь, экстракт чайного дерева. Особенно эффективный для кожи, комбинированный или склонный к жирности, ну или жирный, соответственно, потому что такая кожа с излишним вот этим вот себовыделением очень сильно предрасположена к тому, чтобы этот себовыделился в порах. И очень хорошо его необходимо очищать. По применению все просто нанести на влажную кожу, вспенить, да, уделить особое внимание местам, где есть черные точки, расширенные поры, где особое загрязнение, и после этого можно смывать. Следующий продукт особо увлажняющий эуцерин, лосьон для тела с 10% содержанием мочевины, которая наиболее интенсивно удерживает влагу и восстанавливает кожный покров. Миниатюра 20 мл. Волноразмерно выглядит вот так. И им вот прям можно измазываться, особенно если у вас кожа склонная к гиперсухости, к такому белому налету, к трещинам, когда у кожи такое чувство, что просто выключена функция самоувлажнения. Кожный жир не вырабатывается на теле вообще. Сам крем очень легкий, средней такой плотности, ну как лосьон. Быстренько размазывается, достаточно быстро впитывается, насыщает кожу влагой, барьер увлажняющий такой, формирует защитный. Плюс помогает уменьшить зуб, если вот вы довели свою кожу уже до сухой истерики, и когда она уже не просто сухая, появляются микротрещинки, которые начинают зубить. Так вот этот лосьон максимально быстро снимает симптоматику и заживляет кожу, вот эти все трещинки, маленькие ранки и участки очень сильно поврежденные, которые уже зубят. Очень классно восстанавливает кожу после бритья или эпиляции, каких-то таких повреждений кожи, механических, ну и вообще в любых атопичных проявлениях кожи. Этот лосьон очень сильно я рекомендую, потому что он действительно классно восстанавливает вот этот защитный барьер. Короче, хайли рекоменд. Идем дальше. Дальше у нас водная паста это Марвис. С Марвис вы уже знакомы и с этой мягкой пастой, которая с таким нежным, прям мятным вкусом и отбеливающим эффектом вы тоже знакомы, потому что она у нас была и в серфовой коробке, и в путешествии. Мне очень нравится сама эстетика Марвис, потому что она такая немножко винтажная, как будто бы. Но еще я очень не люблю зубные пасты, от которых кровь из класса льется, от того, насколько они ментоловые и с ярко выраженным вот этим вот прямым эффектом освежающим. Не надо мне вот такого, спасибо, я хочу помягче. Так вот, это как раз-таки меня зубная паста зацепила тем, что она очень приятная на вкус. У нее такой выраженный мятный вкус, но при этом не жжет, искры из глаз не летят. Полноразмерную пронесла вам из своей ванны. Очень мне нравится этот дизайн такой клевый. Обожаю винтажную упаковку, вообще все это эстетика очень классно. Следующий продукт у нас в коробке, гидрогелевая масочка. Это Манифит, и эта маска именно для зоны вокруг глаз, и у нее форма кошечки. Она больше, чем стандартные патчи. Большую зону покрывает везде, где есть мелкие морщинки или глубокие морщинки. Они наливаются влагой и немножко расправляются. Плюс экстракт ежевики, это очень хороший природный антиоксидант. Мы все сейчас пялимся в экран. Голубой экран, вообще голубой свет разрушает как раз-таки вот этот барьер. Под воздействием свободных радикалов кожа очень быстро стареет. И вот как раз-таки антиоксидант, его суть заключается в том, чтобы кожу защищать от воздействия свободных радикалов, предотвращать все процессы старения. Потому что свободный радикал просто ускоряет жизнь у нее в клеточке так, что она очень быстро погибает. Там достаточно много сыворотки, поэтому я даже рекомендую взять сначала вот сыворотку из упаковки, нанести ее на вот эту всю зону, потом нанести саму маску, и вот еще остатки еще нанести сверху, или добавлять их немножко по мере высыхания и впитываемости состава маски. Потому что хорошо бы подержать минут так 30. Ну и держите в холодильнике. Это, конечно, вообще совет. Совет для любовь к вашей коже держать все гидрогелевые, тканевые и вот такие вот мономаски, и тем более маски для зоны вокруг глаз в холодильнике. Кожа скажет вам спасибо. И вообще в целом настроение будет ваше классно, потому что это очень приятно. Далее гидрогелевая маска Ситуа. Это маска, которая состоит из двух частей. Она гидрогелевая, с ней можно очень долго ходить. Я на самом деле с этой маской один раз заснула. Очень прикольно было. Она так тихонечко подсохла на моем лице, и я потом ее просто сняла, как такой пластырь, ну типа она немножко подсохла. Получился такой еще немножко дренажный эффект, потому что кожа такая была очень упругая. В общем, удобно под свою форму лица подбивать ее, потому что две части всегда сильнее прилегают. Суть гидрогелевой маски заключается в сыворотке, в которой она пропитана. И гидрогель должен прилегать очень плотно, иначе у этой сыворотки не хватает достаточного контакта и вот этого эффекта компрессии для того, чтобы впитываться в кожу. На очищенную кожу налепили, подержали минут 10, лучше 20. В идеале полежали, чтобы эффект вот этой компрессии был еще сильнее. Сняли маску, пошли красиво и краситься. Остатки эмульсии можно не смывать, можно сразу протирать тоником и наносить дальнейший уход. Антибактериальные салфетки наши новые друзья. Вообще все, что антибактериальное, в 2020 году приобрело какой-то особый смысл. И здесь для вас есть упаковочка антибактериальных салфеток полноразмерных, естественно, это ЛПК. Очень мягких, не сушащих руки, которые очень классно как альтернатива делю антисептическому, потому что очень часто он сушит ручки сильно. И вот для того, чтобы очищать руки и очищать поверхности в том числе, вот вам сумочку положить везде на все с собой и угощать салфеточкой других. Достала себе салфеточку, поделись с другом. Следующий продукт полноразмерный тяжеловес. Это ОК Бьюти. Классный российский проект ухода. Для волос я вам показывала у меня есть такая отшелушивающая эмульсия, наверное. Здесь это как раз таки новинка. Это тонизирующий скраб для тела с растворяющимися частицами. Он такой маслянистый, очень мягкий там абразив, он не царапает, а именно массирует кожу. Очень хороший лимфодренажный эффект получается. Можно щедро так наносить его на кожу. Можно на влажную, можно на сухую. На сухую более отшелушивающий эффект получается. На влажную более мягкий. И от этого аромата ягодно-фруктового, там вот что-то и сладкое, и с кислинкой. Прямо настроение улучшается. Сразу лето и прям все время хочется им намазать. Только банку откроешься. Я знаю, что очень многие ленятся использовать скраб для тела, но на самом деле качество кожи, ее ровность от отшелушивания сильно зависит. Плюс есть еще и острая необходимость использовать такие массирующие продукты для тела, потому что у нас очень сильно застаивается вода в ногах. Это очень пагубно влияет и на сосуды застой жидкости. И не каждый из нас делает массаж три раза в неделю, поэтому вы должны понимать, что вы можете делать это самостоятельно. Скраб всегда дает хороший лимфодренажный эффект. Прям массируйте, пока частички вот эти в скрабе не растворятся. Сами компоненты скраба очень хорошо помогают в регенерации кожи, каких-то вот этих мелких точечек, которые от депиляции часто остаются. Ну и вообще, если есть проблемы в рощах волос, то скраб у вас в ванной комнате или в душевой кабине просто вместо здрасте должен стоять. Можете использовать его хоть каждый день. Только если будете каждый день использовать, тогда на влажную кожу, чтобы отшелушивающий эффект был мягким. Любимичка у нас в коробке. Это Супер Мат Глэм Клоу маска. Супер маска. Ну я не знаю, как еще по другому примеру сказать. Это самая, блин, моя любимая очищающая маска ever. Все равно к ней всегда буду возвращаться. Это маска, которая вычищает кожу просто идеально, при этом как-то как будто перезапускает все процессы. Полноразмерно она выглядит вот так. Вы уже не раз видели у меня ее. Я уже сколько дифирам, только ей не пела. Это грязевая маска, как вы уже поняли, из, собственно, названия, да, Супер Мат, Супер Глэм Клоу. Очищающая и такая, типа, супер тонус, приводящая кожу за одно применение, как спа на дому. Сама по себе она такая темная внутри вот. У нее яркий выраженный мятный аромат, плюс охлаждающий эффект. И она высыхает, светлеет, она прям абсорбирует, вытягивает все из пор. И за несколько применений таких вот регулярных кожа вот прям заметно очищается. Вот хоть до и после фотографируй, насколько чище становятся поры, насколько они стягиваются. Когда первый раз делаешь, думаешь, ой, е-мое, я думала, что я хорошо очищаю кожу, а там в порах такое. В общем, я использую эту маску регулярно перед увлажняющими масками. Я делаю маску как на все лицо, так и на Т-зону или на проблемные участки. На проблемные участки я делаю чаще, потому что вот здесь нет расширенных пор и нет какой-то забитости кожи, чтобы ее там как-то сильно очищать. Незачем. А вот здесь очень всегда есть что почистить, и там чистится, там прям очень заметно ощутимо чистится. Наносить ее лучше тонким слоем, и если она начнет высыхать, она начнет высыхать, потому что это высыхающая маска. Я даже рекомендую немножко спрыскивать ее сверху, если она высыхает в каких-то местах, где она более тонко нанесена, если она высыхает быстрее, чтобы она у вас в итоге высохла равномерно, и вы ее спокойно смыли. Плюс во время смывания такое массажное действие механическое руками оказывайте для того, чтобы еще дополнительно вычистить поры. При нанесении может немножко пощипывать. При нанесении, при высыхании это нормально, если что, потому что это очень интенсивная маска. То есть она немножечко так пожжет и будет покалывать. Этого не бойтесь, это вполне норма. Вокруг глаз, естественно, не наносить. Если кожа очень чувствительная, интенсивность маски проявляется для вашей кожи сильно-сильно заметно, аккуратненько. Тонким слоем только на проблемные участки, на все лицо тогда не наносить. И еще один продукт у нас в коробке, находка полноразмерная мицеллярная вода. Либридер, которая при своей стоимости на объем очень классный дает эффект. Очень круто отмывает кожу. Она такая, как будто немного маслянистая, при этом у нее очень экономичный расход. Мне тоже очень понравилось, что совсем немного надо. Цветочный аромат. Я бы не сказала, что она снимает водостойкий макияж. Это вряд ли. Она именно для такого ежедневного очищения. Я очень большой фанат мицеллярной воды. Все время пробую все новинки, и это прям класс. По нанесению все просто. На ватный диск и смываем, пока ватные диски не останутся чистыми. Смывать саму мицеллярную воду потом с лица уже не обязательно. Переходите к следующему этапу ухода. Это тонизирование. Наносите тоник на ватный диск и дальше протираете все последующие уходы друг за дружкой. Для чувствительной, для тонкой кожи очень классно подходит. Зона вокруг глаз также хорошо смывает. Вот, например, водостойкую тушь не смоет, но обычную повседневную нашу тушь, черную, вполне себе даже смывает без дискомфортных глаз. Отношения, цены и качества, кайф. Ну, что с Тейбьюти? Коробку мы с вами разобрали. Дома особое внимание уделяйте уходу, потому что дома вы можете больше себе позволить заботиться о коже. Сейчас лето, и воздействий на кожу очень много, и ультрафиолетового, и дома грязи и пыли скапливаются намного больше. Плюс у нас все процессы ускоряются летом, потому что спячка закончилась. Кожный жир, выделение себума, начинает работать быстрее. Все обновляющие процессы восстанавливающих кожи происходят быстрее. Плюс у нас активности больше. Мы бежим кататься на вексерфе, играть в теннис, велотрек какой-нибудь проходить, бегать по утрам и вечерам, делать зарядки, разминки, сидеть в парке за друзьями, ходить на пикники и все такое. Конечно же, у вас очень много открытой кожи летом, на которую сильнее оказывается воздействие. И потом увлажняйте, и красивенько и свеженько будете. Вот все. Всем хорошего настроения, всех целую, всем пока!